Совещание началось с приятной процедуры награждения сотрудников администрации, которые внесли наибольший вклад в подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Глава городского поселения Одинцово Александр Гусев подчеркнул, что торжества прошли организованно, без накладок и неприятных инцидентов, и получили одобрение горожан. Он отметил и огромную помощь, которую оказала районная администрация. Включился район, взял на себя большую часть мероприятий, которые были запланированы по масштабам. Расставил площадки, сцены маленькие, пригласил людей. Огромное количество знаменитых артистов, которые у нас были на сцене на протяжении всего дня. Затем участники совещания обсудили исполнение городского бюджета за 7 месяцев текущего года. По словам начальника управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Ирины Сивак, с доходами уже второй год подряд сохраняются определенные сложности. По состоянию на 31 июля 2017 года бюджет городского поселения Одинцова поступило 1 млрд 24 млн 819 тысяч рублей, что составляет 39,12% от годового плана. Традиционно наполнение городской казны идет более активно именно в третьем и четвертом кварталах. Однако то, что с прошлого года сроки уплаты некоторых местных налогов были сдвинуты на более поздний период, очевидно негативно скажется и на нынешнем бюджете. Несмотря на объективные сложности, поселение исполняет все свои полномочия, особое внимание по-прежнему уделяя социальной сфере. Расходная часть бюджета городского поселения Одинцова формировалась в соответствии с принятыми муниципальными программами городского поселения Одинцова. На реализацию муниципальных программ в 2017 году предусмотрено в бюджете 2 млрд 859 млн 880 тысяч рублей. Помимо исполнения бюджета на оперативном совещании рассматривались вопросы работы муниципального библиотечного центра и Немчиновского дома культуры. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.